и снова олег алав гудвин с вами на связи сейчас мы рассмотрим графическое отображение наших элементов массажа до который мы используем на так скажем на нагадном пособие прямо на человеке да прежде всего нас интересуют самые основные кости это тазовая кость гребень по зажим кости идет да он от крестца вот тут мы щупом да вот это ямочки вот это кость ямочки это кость между ними идет сочленение l5 s1 вот s1 это обозначение ну допустим всего крестца да мы не будем его делить на 5 позвонков а сам гребень идет выше и он пошел по дуге вверх по диагонали видите вот эта кость у нас сам основная вторая кость это кость лопатки вот она ее самую часть вот здесь то есть вот мы по диагонали обычно вот в это упираемся вот это акромиальный отросток сверху вот он такой немножко квадратной формы да если смотреть соединяется с ключицы вот здесь да ключица видите идет идет у нее изгиб это сгиб для того чтобы здесь отсюда цеплялась трапециевидная мышца вот так она цепляет заходит сюда и тут в объеме чтобы мы видим да а на плоскости как вот нельзя показать до своих сторон мы вот сейчас нащупаем вот он вот вот это криминальный отросток но зеленый цвет у нас это кости вот он обозначает да вот пошла ость вот прям нащупаем ее вот досюда идет ость нападки но дословно греческого кости то кости переводится у меня самая высокая часть вот получается здесь мы упираемся здесь вот уже ключица крепится и отключится пошла вот туда вперед сама лопатка сейчас съехала не видно можно руку вот щить вот уголок лопатки да получается ну и вот она пошла вот так тут плохо видно да но мы у женщины слушают ямочки просто просматриваться вот они это ямочки это на самом деле кости значит сама заканчивается гребень вот тут выше вот он закончился выше да значит вот тут получается у нас l5 с 1 сочленение крестец он имеет такую трапециевидную форму вот такую да где заканчиваются мышцы ягодичные это немножко обман здесь то заканчивается сам тасс идет чуть выше вот здесь вот так вот по диагонали получается да ну копчик мы рассматривать не будем туда вниз пошел так теперь ну самое преслову то место это вот или 5 так мы напишем до или 5 или 4 или 3 или 2 1 1 вот тут начинается 12 немножко промахнулся но визуально просто чтобы понимали да вот тут начинаются спинные позвонки да самое главное чтобы на них нашли остистые отростки пусть они должны быть по одной оси если мы будем ощупывать они немножко не по оси идут тут уже кстати заметного не чуть-чуть вот так вот любок вот тут выравниваются вот этому отдельно выдумал подробно просматривать да да нашему мы понимали схему как они растут от нижних двух позвонков в общем грудных позвонков сколько узнаете 12 да все маркируется сверху вниз соответственно вот этого 12 позвонок до 12 11 ведут плавающие ребра они подождите еще давайте вот так от осистых отростков если мы отмеряем примерно три пальца да то будет у нас вот так вот отделяем мышцы правильную вот у нас идет грядка вот такая вот да где стыкуются ребер на поперечное сочинение вот они стыкуются значит вот от них и отходит ребро правы шли в родном во второе они защищают почки на них мы практически из этой зоны практически на то жесткого вообще не воздействуем до пропускаем а дальше ребра идут под углом примерно 45 градусов ширина ребер где-то толщиной с палец да и промежутка между ними толщиной с палец между ними находятся короткие мышцы такие до которые мы в которых как раз и реберную между неурал где-то вот мы расшатываем от десятого позвонка идет трапециевидная мышца она вот так вот так вот так вот так волоком и вот так и тут здесь реберный сухожильный получается ромб такой треугольник да сверху мышца уже опускается от шеи она не тут сюда и потом говорил да вот заворачивает вот туда как ключицы теперь покажи так она вот сюда заворачивает к ней стыкуются вот здесь как раз да где самый центр получается лопатки сверху ромбовидная мышцы вот и на поделит на две мышцы иногда там на одну ножку такой тромби получается да мышц в теле человека где-то в атласах пишут 140 о 200 640 до где-то 650 это 660 даже называют дело в том что где-то по-разному считают где-то мышцы там бывают реально склеиваются да то все ромбовидно бывает мало еще сверху надо у них фасции так склеивать уже практически одна мышца получается также вот эту большую мышцу которым она рисовали вот собственно будет трапеция да вот 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 ведь трапецию трапециевидная мышца где-то пишут что она из двух частей состоит нижний пучок вершим пучок да где-то пишет что из трех частей средний пучок еще называют также грушевидно мышцы где-то там она из двух где-то из трех частей где-то одна она читается в принципе нам это неважно мы не разбираем все этом 650 мышц нам надо главное самое главное мышцы это вот эти которыми мы работаем здесь вот мы работаем с квадратными мышцами до от поясницы до ребер нижних двух идет квадратная мышца у него волокна вот так идут волокна вот так подагонали идут и волокна вот так подагонали идут то есть она к позвонкам тоже цепляется вот это вам важно здесь к уголку лопатки леватор скапулус мускулус сама такая вот она сама сама какую-то пресловутая мышца которая самая проблемная всегда мы ее там отделяем помните вот эти приемы до отодвигали здесь вот здесь точки продавливали как раз вместе вместе крепления этой мышцы тут круглые мышцы большая и малая сюда заворачиваются пучок плечевые мышцы да это дельта дельта какой дельта реки помните мышцы расширяются река и они расширяются также тут получается у нас расширяются мышцы обхватывая все плечо задний пучок идет как бы вот отсюда крепится а это они крепятся пациенты там бугор на кости будет к которым они крепятся но условно покажу так она идет вторая средняя это задний пучок это средний пучок можно руку переложить вперед и вот пошел передний пучок получается больше такой вот не все крепится где-то вот здесь включается если мы будем следить волокна дата мы должна найти вот какой-нибудь мышцы там пучок да вот здесь его место крепления помните мы говорим про триггерная зона вот мы ищем ищем тяж это и ищем где она крепится здесь и мы на них будем воздействовать точечно здесь здесь вот можно вот так вот медного релизинга да раскатать ее сюда сюда и можно сделать то что я говорил там про шланг до придавили растерли и резко сбросили перпендикулярно мышцы на срыв как бы как пример да таких можно найти отсюда отсюда в общем это уже глубокая работа частная да также такими мышцы можно найти и на ягодицах на ягодицах у нас мышцы идет большая ягодичная крепится подними руку кого-то сдаешься отдыхов вот у нас пощупать образовалась видно этому а теперь выпрямую руку вот так перед держи на весу выше 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 больше средний пучок когда так находишь до держи 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 на весу ответил образовалась чувствуется уже вот трапеция да видно как ли не видел вот этот пучок вот можете пощупать в этом два пучка приятно пощупать а еще здесь вот идет широчайшая мышца она крепится на самом деле к руке вот там вот к руке там бугорок у руки вот сейчас она подвисла да она вот включаешь она практически всю спину захватит вот она такая таким рису полоска такой вот она пошла туда лопатку спереди держит то есть когда лопатку назад водится да ну вот так вот если вверх она отводится этот раз работают этим мышцем рыбовидная деватор скопалась то есть вот когда лопатка вот так вот назад вот они видите сокращаются вот очень полезно отжиматься на брусьях если вы нажимаете на брусьях вы смотрите вот видите работают эти руки и сверху вниз когда вы поднимаете тогда вот вы себе прокачивать не только мышцы вы себе лечите сколиоз потому что позвонки начинают симметрично работать именно симметрично да надо поджиматься отжиматься подтягиваться все упражнения на брусьях на блоках которые тянетесь прозвольте обязательно симметрия и для поддерживать вот эту часть спины нижнюю часть спины если верхний корпус работы да вы себе выравниваете сами сколиоз вот а если вперед рука забивается вот так вот упражнение хорошее для растягивания рыбовидной мышцы на трамоте лица к себе берем за локоть и прижимаем к себе а у себя так а вот ягодичные мышцы поднять другую сторону или не ногу вот держи держи на весу вот нет не ты держи иван держи ногу вот у нас видно вот она ягодичная мышца пошла и смотрите где она крепится на ниже 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 идет вот где-то вот тут вот вот так и вот так уже зашел на другую мышцу вот это это большая ягодичная тут я зашел все пускай много пускай это средняя ягодичную мышцы да она как бы более плоская она чуть под ней находится туда залазит и вот этот малая ягодичная мышца идет от крестца но будем все что-то одна мышца не будем ее несколько раз в отверстие вот версию бедра вокруг него все мышцы крепятся и соответственно лучше видно мышцы пошла но вот в объеме как нарисовать отсюда смотри да то версию вот такой получается да а это нарисован если отсюда смотреть вот к нему крепится соответственно выше видно мышцы от всего крестца идет вот так вот и на растут еще мышцы проводят там есть еще седали седали что кости мышцы седаешь на кость нащупывается вот здесь вот она дальше на кость для и это самая нижняя часть вот тоже да очень корпуса на которых мы собственно говоря и сидим точно не ходят свободно да а мы сидим ноги в позе лотоса и ногами на коленку на коленку да мы сидим на этих костях причем если посмотреть на скелет да все настолько продумано что у нас анус выше чем за кости да и половые органы что мужчин что женщин они выше чем эти кости да то есть природа так задумано чтобы мы когда сидим на холодных камушках да мы не застудили свою половую систему там на дереве на песке где-то сидим до этого не заслуживаем и сказать про нервная мучить папа вот мышцы да вот соответственно вот от крестца идут мышцы вот сюда крепость вот тут это грушевидно мышцы идет вот отсюда вот эти еще идут мышцы вот все выступы на косточек они не просто тогда все выступы это места крепления мышц вот видите выступ да бугорок это крепится плечевые мышцы вот они отсюда идут вот тогда вокруг всего плеча и цепляются цепляется вот сюда если человек занимается спортом да у него мышцы растут допустим атлет до соответственно у него растут эти бугры бугор должен взять большой пучок мышц одно дело нам такая когда она вот такая мышца да он не больше держит соответственно он увеличивается если человек летает в космос там наоборот все атрофируется так физически нагрузки никакой нету да все бугорки атрофируются кости худеют кстати да и остеопоросном фактически развивается атрофируется мышцы атрофируется кости в том числе то есть все что у человека не используется все как бы ухудшается половая функция не используется значит ухудшается по которым пояс не ездит они начинают ржаветь да поэтому нам постоянно двигаться постоянно нужно работать с суставами до постоянно нужно работать с мышцами они как насосы все должно накапливать накапливать работать на сжатие-разжатие сжатие-разжатие течение дня в течение всей жизни в течение минуты постоянно что-то должно в теле происходить расслабился напрягся и вот теперь давайте по поводу удалось костями сюда бедро идет по диагонали чуть-чуть вот сюда пошло туда по диагонали и вот сюда здесь есть на стыке мениск один латеральный день сюда внутренний клуб медиальный сюда латеральный вокруг хрящиках ящики до футовой хрящик пошел это уже от берцовых костей это хорошо показано вот на этой схеме посмотрите вот вот берцовая кость большая берцовая кость да вот мало берцовая кость мало берцовая кость она снаружи да то есть внутренняя часть это здесь вот получается у это косточки нижний вот хрящик вот это в верхней хрящик этот бедренные кости а вот не маленький ведь это медиальный мениск медиальный кнут внутренней поверхности а вот латеральный это к внешней поверхности мышцы крепится тут соответственно бицепс бедра да by это двойной да значит она раздваивается потому что вот раздваивается трицепс это тройной до квадрицепс это квадро по гречески 4 да это спереди там четыре головки да здесь две головки раздваивается и они идут вперед 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 они не тут заканчиваются они 2 туда и где-то вот там это не заканчивается я дадить бой икроножная мышца да также двойная она вот одна доля вот вторая доля и тогда она крепится выше 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 где-то вот там вот где-то вот тут здесь они переходят сухожилия сухожилия вахилова сухожилия то есть практически пол ноги читайте это сухожилия до пол голени это все сухожилия под ней находится мышца камбаловидная она плоская поэтому так называется камбаловидная да вот хорошо видно это вот этом объекте дизайнерском вот мышцы да вот это можно вот он играет вот анатомическое пособие бейте себе на дом так и соответственно нервы как у нас выходит нервы давайте нарисуем синим цветом да значит вот тут четыре выхода нерва помните у нас крестец это 5-6 позвонков между ними четыре отверстия соответственно да вот мы их прожимали раз-два-три-четыре здесь спиной мозг идет до третьего позвонка поясничного да дальше он делится на называемый конский хвост у него такие вот блокно пошли да из них вот выходят три тоже да вот сюда идет нервы они все вот стыкуются четыре вот этих стыкуются там какие-то нервы еще изнутри проходят какие-то нервы еще там сквозь кости даже есть проходит сквозь кость и примерно вот здесь вот в этой точке они стыкуются в большой толстый нерв это называется седалищный здесь вот конский хвост выходит да и там окон в копчике там есть только отверстие проходит в копчик поэтому мы проживаем это активная точка до биологической активно вот эти биологически активной точки но здесь если достанете в глубину там тоже принципе биологические активные точки как найти седалищный нерв ну условно-визуально он дал грубо говоря по центру но чтобы не промахнуться можно сделать вот такой хитрый рисунок масонский вот кость да бедренная вот кость седалищная и вот уголок кости да если между ними нарисовать помахнулся немножко между ними нарисовать вот эти прямые линии да получается у нас треугольник если у треугольника провести бисектрису которая делит угол пополам да вот то но достаточно даже две бисектрисы вот третью нарисовать здесь то вот мы как раз попадаем вот видите место откуда начинается седалищный нерв почему он болит потому что вот эта грушевидная мышца вот мы рисовали да прежде всего 80 случаев это она виновата она спазмирована она соответственно раш раздута да она придавливает его вот седалища кости да и между ними козы кости там поседине она его придавливает потом идет иннервация на 20 проверяется соответственно вот где расходятся мышцы да вот первая точка получается по центру до вторая точка вот тут 3 точку примерно сантиметров 10 вот здесь еще . здесь по центру да вот это все все три точки по центру от сгиба примерно где-то три пальца да вот отступаем вот . и тут она раздваивается нерв нашел так да теперь на раздваивается одна часть его пошла вот сюда мало берцов превращаясь в малоберцовый нерв также три пальца вставляем до примерно 10 находится . ну и вот эти аккумультурные которые он говорил да они вот от места разделения мышцы практически через три сантиметра друг от друга находится здесь тоже может быть . но это уже редко у кого она болит также вот эти мышцы все сухожилиями да они крепятся под пяткой получается и вот эти места давайте раз . наши синим рисовать будем синим рисовать места крепления этих мышц ой сухожилии вот их тоже надо проработать если вы работаете с триггерными точками да они болезненные здесь будут да все везде есть и с этого тоже вот эти вот сухожилия пошло вынесли то есть прям жестко берем да и вот эти вот места продавливаем и у нас расслабляется ягодица больно иван вот значит вот мы хорошо их продавили также это триггерная зона да а вообще здесь как бы находятся линии позвоночника и с этой стороны и с этой много удобнее рисовать с этой стороны потому что вот тут получается у нас крестец до пошла ли не позвоночника ради по разделению кожи да где кожа стопы и кожа ноги они отличаются друг от друга да вот вы это видите вот тут шея не соответственно спина извините про не получается вот пошла ли не позвоночника где голова вот так же мы стимулируем на стопе и мы стимулируем значит точки под тарана костью над тарана костью улыбка двум плена идет до сюда здесь тоже . под тарана костью над тарана костью основной точки это вот где шпора прорабатываем да по центру вот 5 пяточной кости получается под большим пальцем мизинцем туда у центру здесь по центру вот здесь ну чтобы всюду тут все точки не изучать до самым самое главное да ну так же можно вот везде на фалангах пальцев до на от этих на подушках вот таких да здесь между подушечками также точки находятся но они тут везде просто находится да все подряд не будем рисовать а так условно мы делаем что примерно на разбиваем всю ногу данных сектора вот такие клеточки и проходим ся в них до воле-неволе попадем в какой-нибудь орган какой нибудь точку да и и все это про стимулируем да не обязательно все до конца так далее точки у нас были вместо крепления до мышц вот интервью на точки пошли вот так соответственно это отдельно уголок лопатки до а эти вот четыре вот тут идут дальше точек не туда поэтому просто поминали лопаточку помните вместо крупного здесь это даже зона такая зубчатые мышцы крепится они идут они идут вот туда вот так вот к ребрам точка вот здесь по центру мышцы под мышцой вон там то есть она есть такие не видно она как бы получается вот шейные мышцы идут вот трапеции дал как бы между ними вот туда надо попасть так точки мы рисовали вот центра до а то чисто отростка в поле табральной мышцы вот соответственно вот здесь сбоку там плавающие такая мышцы давшие в нее точки но под черепом вот сосцевидный отросток отступаем да и вот прям по черепам прошли шуалят точек и через волосиную часть не будет их видно да но так условно . на земле заканчивается череп где-то вот там вот это базово большой затылыш отверстия да и от него до сюда три точки да она показывалась на сплетит хорошо видно мой большой затылыш отверстия куда мозг входит тело человека да а вот этот бугор вот здесь три точки помещаются да вот начальник и также много точек ну рисовать на человеке да так же вот на ухе за ухом я уже говорил да за ухом это по кости идем да вот сюда где мягкое место уже не идем там миха узел чтобы не дай бог его не передавить так но также вообще . идут вдоль всех позвонков вот так вот по парам да поэтому я как бы между между на суставах то есть вы смотрите позвонок как он на самом деле выглядит он вот такой вот да у меня боковые отростки они поднимаются вверх вот сюда вот к ним крепится ребро то есть вот здесь его крепится к позвонку там свода например вот но они там очень близко это остальные очень близко вот по минут 10 находятся эти точки но с другой стороны мы не точно массажем по сути занимаемся да нам у нас мануальный массаж да то есть мы все равно но внимание обращаем именно на это место именно это место мы растираем именно это место мы вибрируем вот так вот да вот эти вот именно это место мы пробиваем именно это место мы до растягиваем упираемся локтями да и вот мы тянем вот в это место то есть все мы делаем на вот эти места сбоку позвоночника до примерно три пальца от оси так вроде бы я все показал да поминайте чем еще проходили она . чего здесь вот задний пучок да и пучок круглый мышц вот по линии лопатки между большим и малым мало круглой мышцы лучше . да вот эти две точки проходили так ну в принципе ну то тоже вот точка от бугра до отступаем и вот сюда вот там идет все дальше нерв и там же триггерная точка часто бывает и вот все точки отсюда получается вот они идут до вот это сюда личного места да но опять же как здесь и рисовал триггерную зону да так и здесь вы можете найти триггерную зону например от бугра до большого вертела беды на кости идет какой-то отмышлен тяж вот ищите докуда он где-то до сюда ходит вот это вот хотя вот у женщин тут очень часто было проблема вот соответственно у него будут триггерные точки раз прожимаем два прожимаем до среднюю точку мы раздавливаем то есть разворачиваем могу так чтобы она открылась в бедро приподнял до этого места растирания кулаком либо локтем глубоко им так проходим это я нарисовал одну до такой мышцы как 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 примерно самом деле вы можете найти здесь 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 где находите там там и работаете так ну а теперь давайте все это сфотографировано верно да рисунок свежий уже начинает стираться так ну давайте на этом закончим перейдем к реальной практике с вами был олег и лав гудвин у меня еще много чего для вас есть нового интересного хорошие полезно знания так что подписывайтесь наш канал ставьте лайки и не забывайте до новых встреч дорогие друзья